На нудвести калим самрат, саранга и ва сарабхук, кушаланьяшу ситтанти, не тарани кританият. Перевод. Махарадж Парикшет был реалистом, подобно пчелам, которые собирают только суть цветка. Он прекрасно знал, что в этот век кали добро сразу приносит хорошие плоды, а зло необходимо действительно совершить, чтобы оно принесло плоды. Поэтому он никогда не испытывал неприязни к олицетворению кали. Комментарий Шилла Бравопады. Век кали называют веком деградации. Поскольку в этот век деградации живые существа находятся в трудном положении, Верховный Господь предоставил им некоторые особые льготы. Так, по воле Господа, живое существо не становится жертвой греховного действия, пока это действие фактически не совершено. Другие века, только задумав греховное действие, человек становился его жертвой. В этот же век живое существо получает награду за благочестивые действия, стоит ему только подумать о них. Как хорошо, да? Подумали о чем-то хорошем и результаты получили. Подумали о том, что надо на Багаватом сходить, и получили результат. Поскольку Махарадж Парикшет, по милости Господа, был очень образованным и умудренным опытом царем, он не испытывал ненужного чувства неприязни к олицетворению Кали, так как не собирался оставлять ему ни малейшей возможности для совершения греховных поступков. Он защищал своих подданных от опасности под жертвами греховных действий века Кали, и в то же время предоставил веку Кали все возможности, отведя ему определенные места. В конце Шимат-Багаватам говорится, что хотя сейчас олицетворение Кали вершит свои гнусные дела, этот век имеет одно большое преимущество. Человек может обрести спасение, просто воспевая Святое Имя Господа. Поэтому Махарадж Парикшет направил организационные усилия на распространение воспевания Святого Имени Господа, и тем самым вырвал своих подданных из тисков века Кали. Заодно только это преимущество, и великие мудрецы иногда благословляют век Кали. В Ветах также говорится, что беседуя о деянии Господа Кришны, можно избавиться от влияния всех неблагоприятных условий века Кали. В начале Шимат-Багаватам тоже сказано, что когда человек читает это произведение вслух, Верховный Господь сразу оказывается заточенным в его сердце. Таковы некоторые из великих преимуществ века Кали. И Махарадж Парикшет в полном соответствии со своей вайшнавской верой использовал их, не думая о веке Кали дурно. Кали-юга ки-джай. Сила-браво-пада ки-джай. Махарадж Парикшет ки-джай. То есть это вот то, о чем мы говорили, да, что такое настоящее сознание Кришны. Видеть не хорошее или плохое, а видеть Кришну, который за всем стоит, и понимать, каким образом мы можем служить Кришне. И как все, и все, и даже олицетворение Кали-юги служит Кришне. Махарадж Парикшет был реалистом, подобным пчелам, которые собирают только суть цветка. Он прекрасно знал, что в этот век Кали добро сразу приносит с хорошей плоды, а зло необходимо действительно совершить, чтобы оно принесло плоды. Поэтому он никогда не испытывал неприязни к олицетворению Кали. То есть для нас это очень важный пример, да. Уж если есть какой-то аналог сатаны или шайтана, то это, скорее всего, Кали. И он является таким провокатором, источником всех проблем и всех греховных поступков. И насколько же преданный имеет позитивное сознание, что он не испытывает неприязни даже к веку Кали. Не говоря уже о тех, кто пал жертвой века Кали. И это очень важно, чтобы преданные сами всегда находились в позитивном сознании. Позитивное сознание – это сознание Кришны. И помогали другим развивать такое же позитивное сознание. Здесь говорится, что Махараш Парикшит принимал ответственность за то, чтобы помогать окружающим становиться сознающими Кришну. Воспевание святого имени, прославление Господа является основой развития нашего сознания Кришны. И это самый лучший способ для того, чтобы противодействовать веку Кали. Потому что если люди прикладывают усилия, в сознании Кришны они получают очень много милости. То есть столько милости, сколько мы получаем в эту Кали-югу, никто не мог себе представить, даже в предыдущей эпохе. Поэтому многие мудрецы говорят, что это прекрасный век, в котором мы живем. И сознание Кришны обозначает именно так все и видеть. И вместо того, чтобы переживать о каких-то проблемах, мы должны радоваться тем возможностям, которые у нас есть. Всегда могут быть две точки зрения. Видеть один и тот же стакан, как наполовину пустой или наполовину полный. И серьезные преданные понимают, что это единственный путь духовного развития для меня и для всех, кто меня окружает. Это принятие ответственности за служение Господу. Потому что, когда мы принимаем ответственность, мы можем не переживать по поводу собственных благ, по поводу себя. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о голодном поваре? Здесь в кафе несколько поваров работает. Можем посмотреть, да? Есть ли среди них голодные? Как один повар говорит, я не понимаю, почему я не могу похудеть? Я же ничего не ем, я все только пробую. Или кто-то из вас слышал про нищего банкира? Такого не бывает. То есть, человек или нищий, или банкир. Бывают, конечно, бывшие банкиры, но бывший банкир уже не банкир. А тот, кто является банкиром, может ли он быть нищим? Нет, конечно. Почему не бывает голодных поваров, почему не бывает нищих банкиров? Потому что это люди, которые приняли на себя ответственность, повара принимают на себя ответственность за кормление других, да? Конечно. Байшнавские повара прежде всего принимают ответственность за кормление Кришны. А уже Кришна всех остальных кормит через Кришну. И банкиры, они также принимают на себя ответственность. Какую? Обеспечивают финансами окружающих. Это яркие примеры, это принцип. Если мы принимаем ответственность за других людей, нам не обязательно волноваться о себе. Все то, что нам необходимо, у нас будет и даже более того. И поэтому преданные понимают, что если я хочу по-настоящему развиваться в сознании Кришны, что мне надо? Принять ответственность за то, чтобы помогать окружающим развиваться в сознании Кришны. Как вы думаете, кто получает сейчас самое большое благо от этой лекции по Бхагаватам? Угадайте с трех раз. И поэтому для нас очень важно понять, в чем наша цель, в чем наша роль. Один из наших духовных учителей, Иосвятейство Кавичандра, с вами поделился со мной очень интересной статьей, которую написал один из наших христианских братьев. Мы можем всегда учиться каким-то важным, ценным вещам у всех. Шила Прабхупада извлек большое благо даже из того, что подвыпивший доктор дал ему совет каждое утро совершать прогулки. Он следовал этому совету пьяного доктора до конца жизни. То есть, если мы сознающие Кришну, мы будем извлекать благо из любого общения, что уж говорить о людях, которые также искренне служат Господу, независимо от традиции. Тем более мы можем учиться у них многим ценным вещам. И эта статья, которую Махараш поделился со мной, настолько поразительна, потому что он проанализировал факторы, которые способствуют духовному развитию не только нашего личного, а духовному развитию организации, духовной организации, которой мы принадлежим. И я думаю, что каждый из вас согласится, что для нас это важно, вкладываться в этот определенный аспект. Потому что это были те самые факторы, которые очень ярко проявились в личности Шила Прабхупада. И нет никаких сомнений, что он является одной самой яркой для нас моделью принятия ответственности в сознании Кришны. И Шила Прабхупада сам об этом говорил, что я хочу, чтобы мои последователи стали такими же, как я. Что это значит, чтобы все следовали поступам Шила Прабхупада. И что это значит на практике? Вот этот священник или пастор, он очень хорошо описал, очень научно. И поэтому это очень поразительная статья. Я хотел ею поделиться. Интересно послушать? Может быть, я не смогу читать слишком быстро, потому что это перевод с английского. Статья называется очень интересно. «12 признаков того, что вы являетесь духовным предпринимателем». Итак, вы собираете свою команду. Вы используете свои личные способности и дарования для того, чтобы принести благо вашей миссии и духовной организации. какие качества являются основой успеха в будущих лидерах, которые будут членами вашей команды. И прежде всего, какие качества вы хотите видеть в самих себе. Потому что для того, чтобы осуществить любой серьезный проект, вам нужна группа людей, которых я называю духовными предпринимателями. Я буду заменять христианские термины на более понятные для нас, для того, чтобы статья была более актуальна. Он продолжает. «Часто подобных людей не воспринимают в религиозной организации». По большей части в религиозной организации две категории людей имеют самое большое влияние. это проповедники и менеджеры. Я не говорю, что нам не нужны проповедники и менеджеры на тех местах, которые они занимают. Совсем не так. Они нам нужны. Но что происходит, когда все превращаются только в проповедников и менеджеров? Радикальные перемены, в которых нуждается как духовная организация, так же и мир, не будут происходить. Вместо этого лидеры будут держать за руку умирающую духовную организацию и успокаивать ее в процессе оставления тела. Я знаю, что это звучит очень резко, но посмотрите вокруг, неужели это не то, что происходит на самом деле. Я даже знаю искренних проповедников и менеджеров, которые прекрасно понимают, что происходит, и которые видят процесс умирания духовной организации как нечто устрашающее и разочаровывающее. Они не хотят, чтобы это происходило, но вокруг себя они не видят достаточное количество духовных лидеров, которые способны поменять ситуацию в лучшую сторону, повернуть ситуацию в лучшую сторону. Чего-то не хватает. И как раз таки не хватает тех лидеров, которые обладают качествами духовных предпринимателей, тех, кого Новый Завет называют апостолами. Это определенные радикально настроенные решительные люди, которые обладают духом набаторства и решимости, которые продемонстрировал апостол Павел. Ну то есть для нас... Это кто? Шела Прабхупада. То есть Шела Прабхупада в какой ситуации начал свою миссию? Когда организация, которую создал его духовный учитель, она фактически терпела полный крах. И все практически лидеры были заняты процессом разделения имущества и так далее. Говорят, все же люди живут как братья. Как будто они всю жизнь делят отцовское наследство. И, к сожалению, это происходило в той организации, которая принадлежала Шела Прабхупада. Шел раздел наследства духовного отца. И каждый пытался Шела Прабхупада переманить на свою сторону. Шела Прабхупада решил ничью сторону не занимать. Он решил просто продолжать миссию своего духовного учителя. И кем он стал? То есть кто-то хотел, чтобы он был проповедником, кто-то хотел, чтобы он был менеджером. Но Шела Прабхупада решил, что он не хочет быть ни тем, ни другим. Немножко он помогал там и там. Но он понимал, что то, что от него хотел его духовный учитель, это то, чтобы он стал духовным предпринимателем. И он проявил великую решимость для того, чтобы достичь этой цели. И так далее. То есть здесь продолжается объяснение того, чем духовные предприниматели отличаются от проповедников и менеджеров. Но я думаю, что все понимают, о чем идет речь. Потому что мы можем видеть такие примеры в нашей организации также. Итак, мы познакомимся с 12 признаками того, кто является духовным предпринимателем. Первый признак. Масштабное мышление. Узнаете Шела Прабхупада, да? Прабхупада говорил, что единственный мой недостаток был всегда, что я думал масштабно. Я никогда не мог мыслить мелко. И здесь говорится, что слишком много общин вымирает из-за мелочного мышления. То есть, к сожалению, мы можем видеть, как преданные, которые очень мелочно мыслят, начинают из-за каких-то мелочей сражаться друг с другом, выяснять отношения и так далее, и так далее. Доказать что-то кому-то. Потому что это очень мелкие, мелкое сознание. К сожалению, эти люди, они не обладают этими качествами. Поэтому они не способны показать какие-то серьезные результаты, добиться каких-то серьезных перемен, которых нуждается и община, и город, и страна, и так далее. В чем заключается мелочное мышление? На всех всего не хватит. Так не получится. Этого не будет. Прекрати мечтать. Пока хватит. А кто за все будет платить? Но лидеры, которые служат безграничному Верховному Господу, никогда не должны позволять подобной мелочности влиять на свое сознание. То есть, мелочное мышление это одна из самых больших проблем в духовной жизни. Итак, духовные предприниматели никогда не позволяют себе мыслить мелко. Они думают масштабно. Они мечтают о том, что они хотят видеть, не обращая внимания на то, что есть. И даже в препятствиях они видят возможности для роста. То есть, понимаете, да? Позитивное мышление и масштабные идеи. Это первое. Первый признак духовного предпринимателя. Второе. Второй признак. Верить в то, что Господь может все. То есть, вера Бога, да? Мы служим Господу, который создал удивительные вещи из ничего. И почему мы думаем, что Он не сделает того же самого для нашей организации? Духовные предприниматели верят, что так оно и будет. И они видят, как это происходит в жизни. И они полностью согласны с высказыванием Генри Форда. Независимо от того, верите ли вы в то, что вы можете или не можете, вы всегда будете правы. Понимаете, о чем речь? То есть, если вы верите в то, что у вас получится, у вас получится. А если вы верите в то, что у вас не получится, у вас... Потому что наши убеждения это заказ, который мы отправляем Кришне. Что делает Кришна? Выполняет наши желания. Если мы хотим, чтобы у нас получилось, и мы убеждены, что у нас получится, у нас получится. А если мы настроены на то, что у нас не получится, что произойдет? Ничего не получится. И здесь очень интересно говорится, прежде чем вы отвергнете это, как глупости, связанные с позитивным мышлением. И в нашей организации есть тоже такие люди, которые говорят, что все эти глупости, в которые верят материалисты, к сознанию Кришны не имеют отношения. Похоже, что... Как бы не мы единственные, которые сталкиваются с подобными людьми. Вспомните о том, что Иисус не смог совершать свои чудеса в собственном доме, в собственной деревне, в собственном городе. То есть, помните, нет пророка в своем отечестве. Почему? Потому что люди, которые его окружали, не верили в него. но затем, через короткое время, он мог ходить по воде и накормил 5000 людей, потому что люди, которые его окружали в тот момент, имели в него веру. Поэтому духовные предприниматели верят, что Господь может и они видят, как Он это делает. Какой пример Шила Браупада? Многого ли Шила Браупада добился у себя дома? В Индии. Но когда он поехал в Америку и когда он был окружен учениками, которые имели в него веру, начали происходить чудеса. Это не обозначает, что надо всем поехать в Америку, но это обозначает, что окружите себя только двумя категориями людей. Вашими благожелателями и вашими друзьями, вашими сторонниками. И общайтесь только с ними. Естественно, что мы рады общаться с другими, со всеми преднами, но держитесь подальше от тех людей, которые не имеют в вас веры. Потому что это не поможет ни им, ни вам. Третий пункт. Духовные предприниматели видят изобилие вместо недостатков. Что это значит? Если дать, здесь говорится, 10 тысяч долларов духовной организации, они подумают, что они на грани разорения, и им надо эти деньги как-то попытаться сохранить. но если дать те же самые деньги духовному предпринимателю, он увидит их как очень хорошее вложение для того, чтобы начать большой проект. для разваливающегося храма пять лидеров это фиаско, а для духовного предпринимателя те же самые пять лидеров это хороший старт создания команды. Те же самые факты, разное восприятие, поэтому отношения это все что определяет успех. Четвертый пункт начните сведения и затем беспокойтесь о ресурсах. С чего надо начать сведения или с ресурсов? Свидения да. Духовные предприниматели не имеют никаких проблем, что в реальности у них нет ресурсов, которые поддерживают их видение. Но они знают, поскольку у них есть видение, ресурсы появятся. Но если вы будете ждать ресурсов, это просто формула смерти. То есть никогда не дождетесь. Силопрова подождал ресурсов с сорокарупиями, да, без вообще всяких контактов, да, просто прыжок в пустоту фактически. Но у него было видение, это было самое главное. Пятый пункт. Вкладывается в личное развитие и в развитие команды. Вот она, вот она забота о людях. Духовные предприниматели не сорят деньгами, но они видят разницу между тратой и вложением финансов. Они понимают, что посещение конференции, установление контактов с другими лидерами, изучение книг и все остальные виды деятельности и важность всех остальных видов деятельности, которые помогут им и команде улучшить свою деятельность. Они видят, что это вложение. Безусловно, есть у всего есть ограничения, но разумные духовные предприниматели будут тратить как минимум 10% всех денег для того, чтобы улучшать качество своей деятельности и деятельности своей команды. Всеволод правопада вкладывался в своих учеников очень сильно. И даже он видел какие-то потери финансовые, с которыми они сталкивались как ну просто какой-то опыт предназначенный для их обучения. Даже это он видел как вложение, а не как потери. Шестой пункт очень важный. верить в то, что миссия больше, чем вы сами. Из всех видов критики, которые направлены на духовных предпринимателей, самые распространенные заключаются в том, что у них большое эго и они сосредоточены сами на себе. Иногда так может быть, но в основном это не так. Внешне на шива правопаду посмотреть, да, с кармической точки зрения тоже очень сильно на себе сосредотачивал внимание, но на самом деле он был полностью сосредоточен на миссии. Большое видение не обозначает большое эго. Лучшие духовные предприниматели смиренно предаются Господу и они преданы осуществлению видения, которое намного больше, чем они сами. Личное смирение в сочетании с большой амбицией ради миссии создает самого лучшего лидера. То есть вот комбинация, да. Личное смирение и большая амбиция. Кажется невероятной комбинацией, но это единственная комбинация, которая приводит к успеху. Например, причина, по которой две тысячи лет спустя столько много людей говорит о жизни апостола Павла заключается в том, что он действовал не ради себя. То есть у него была миссия, то есть он служил Иисусу и миссии церкви. Если вы связываете миссию только с собой, ваша миссия умрет вместе с вами. И истинные духовные предприниматели об этом знают. То есть Шила Павлопада. почему наследие Шила Павлопады продолжает жить и расширяться, несмотря на то, что физически его уже нет вместе с нами более сорока лет. Потому что это миссия Кришны. Это вечная миссия, которой следовали все духовные учителя. Это парампара. Седьмой пункт очень интересный. Начните действовать, а потом все улучшайте. Те, кто стремятся к совершенству, не смогут стать предпринимателями. Если вы не начали еще действовать для осуществления вашей миссии, потому что вы ждете идеальных условий для того, чтобы осуществить идеальное обидение, вы будете ждать вечно. Мне часто пишут, что надо сделать для того, чтобы улучшить состояние храма. Может быть улучшить освещение, или может быть нужно новое здание, или переехать какое-нибудь более лучшее место, получится ли, будет ли это способствовать росту общины. Я всегда им говорю, что не будет способствовать. И причина заключается в том, что большие храмы не начинались большими. То есть ни один большой храм не начинался как большой храм. все начиналось очень скромно и смиренно. Но поскольку этой общиной или храмом руководил духовный предприниматель, эти предприниматели делали все, что от них зависит на каждой стадии, духовный предприниматель может возглавить динамичную развивающуюся группу в разваливающемся храме без всяких денег или с минимальными финансами. Позже они все улучшат, когда у них появятся возможности и ресурсы. Что Прабхупада также не ждал большого храма. Начал в магазинчике. Вообще на квартире начал. Потом в магазинчике. Вообще начал под деревом в парке. Вот вся миссия началась под деревом. И это дерево сейчас знаменито на весь мир. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подписал табличку, которое прославило это дерево. Что под ним началась миссия Международного общества сознания Кришны. Шила Прабхупада под этим деревом пел. Уж куда более скромные условия для начала миссии. если бы Шила Прабхупада ждал что я Ачария я не могу под деревом на травке петь. Я буду ждать пока храм появится. Явно ничего бы не получилось. Но он начал с того что есть. А потом Кришна все дал. Говорят что это дерево Карагача я не знаю может быть надо проверить. Может быть да. То есть подобных деревьев в Алмате очень много. Поэтому да у всех предных есть блестящая возможность начать серьезную миссию. что вы думаете никто не подойдет никто не заинтересуется вы ни с кем не познакомитесь ошибаетесь можете создать 108 храмов в Алмате причем блестящих да. Почему до сих пор нет храма нету духовного предпринимателя соответствующего масштаба вот и все. восьмой пункт духовные предприниматели духовных предпринимателей не смущает неопределенность. если вы спросите у такого человека как он сделает то-то и то-то как он собирается достичь того-то и того-то его ответ или его или ее ответ будет простой точно не знаю начнем а потом будет видно и в этом есть своя сила если вы все просчитали еще перед началом того как вы начали действовать скорее всего ваше видение недостаточно масштабное то есть все вы все просчитали все проконтролировали для Кришны уже там нету вообще места в этом плане вы уже заняли оккупировали все ваше видение соответственно насколько ваше видение серьезно насколько оно масштабно девятое то есть Сала Прабхупада так же действовал он не знал что произойдет он поехал в Нью-Йорк и это был просто прыжок в никуда пустоту у него не было ни контактов никаких гарантий того что что-то получится он не знал как все будет происходить он просто имел веру что что-то произойдет и что-то произошло и очень серьезное что-то произошло девятый пункт я думаю что сразу же мы можем видеть как это с Шилы Прабхупадой связано даже без комментариев готовы рискнуть всем без гарантии успеха слишком много лидеров хотят получить какие-то гарантии для себя но риск обозначает что гарантий не будет потому что это риск и духовные предприниматели не возражают против этого большинство духовных предпринимателей готово умереть в попытках осуществить свою миссию обычно они не умирают Шилы Прабхупада был на грани два инфаркта тем не менее Кришна его спас то есть если вы действуете для Кришны почему вы думаете что Кришна не позаботится о вас но тот факт что они готовы умереть очень важен удивительным образом можно заметить что если бы у духовного предпринимателя был если у духовного предпринимателя есть четкий план на миссию обычно они не терпят поражения то есть очень интересно что поражения будут но поражения духовный предприниматель не может потерпеть почему потому что он верит в Кришну все Прабхупада прошел через целый ряд поражений через целый ряд провалов но достиг успеха и поэтому и поэтому важно быть готовым к провалу к провалам если вы хотите достичь успеха Десятый пункт никогда никогда не ждите единогласия слишком много храмов что-то делают только при условиях единогласной поддержки это критическая ошибка единогласия уничтожает смелость к тому времени когда вы добьетесь единогласной поддержки ваша идея будет настолько разбавлена что она будет достойна того комитета который ее поддерживает то есть понимаете да говорится что слышали что такое верблюд верблюд это конь которого улучшил комитет духовные предприниматели конечно редко действуют в одиночку по крайней мере разумные не действуют в одиночку но они готовы двигаться вперед с маленькой группой сторонников зная знаю что остальные поддержат после того как они увидят что как их предложение приносят позитивные плоды то есть понимаете о чем речь вместо того чтобы теоретически добиваться поддержки сделайте покажите результаты все это примут автоматически когда они увидят результаты одиннадцатый пункт очень важный пусть критики болтают а вы действуйте критики всегда будут критиковать духовные предприниматели это прекрасно знают они не беспокоятся по поводу того что кто-то их критикует почему потому что те кто критикуют они сами ничего не делают да как духовные предприниматели отвечают на критику действия они действуют продолжайте действовать пока вас критикуют вы достигнете результатов они не достигнут и двенадцатый пункт очень интересный нарушайте правила очевидно вы не должны нарушать правила священных писаний настоящие духовные предприниматели никогда не нарушают правила писаний потому что они обладают самыми лучшими качествами но им придется им придется в абсолютном порядке нарушать человеческие правила некоторые человеческие правила потому что новаторство идет в разрез с правилами потому что это новаторство да новаторство новаторство никогда не ждет разрешения новаторство показывает результаты всех правопад правопад нарушил целую кучу правил да какие правила нарушил сила правопада правила за которые его критиковали жестко зло яростно даже его духовные братья да он давал духовное посвящение то есть его духовный учитель нарушал правила он давал брахманические посвящения тем кто не был не рожден брахманических семьях шила правопада пошел так далеко что он саньясу давал тем кто вообще даже не в индии родился до пересек океан женщинам до женщина до обрахманические посвящения до создал маты джи ашам целую кучу правил нарушил ну 16 кругов это было в матхе это не было не было таким нарушением но правопада нарушил массу правил потому что он был новатором он был именно тем самым духовным предпринимателем который описывает эта статья этот анализ кто хочет стать истинным последователем шила правопады и духовным новатором арива у нас буквально пару минут если есть какие-то вопросы комментарии жалобы роману джи стабильности без вкуса 100 садхана может быть стабильной но сама садхана дает вкус потому что садхана обозначает кстати слово садхана один из переводов это война та самая война с майей о которой шила правопада говорил что сознание кришна это объявление войны майя и садхана позволяет нам разбить наши отношения с кришна которые дают вкус и соответственно этот вкус позволяет нам улучшать нашу садхану поэтому это вещи взаимосвязаны то есть если мы по-настоящему следуем садхане вкус будет обязательно если они еще допустим не достигли такой конечно возвышенной стадии узнаем что на вашей стадии там как бы освобожден проблема если такой стадии не достиг тем не менее как он давно уже давно как все вы считаете старшим преном как бы его уровень понимания он отличается от любви он чувствует себя как бы одинокий что это как бы чтобы были друзья нужно какое-то общее понимание нашли друзья а когда у тебя понимание твоего отличается от любви да что ты как бы один что-либо ну то есть у тебя нет друзей что-либо как вот эта проблема решает решается у тебя должна решаться да это факт что легче постареть чем по умнеть к сожалению сознание кришна это тоже есть вот то есть старость еще не обозначает что человек стал продвинутым в сознании кришны и и говорится что пример это не один из способов влияния на людей это единственный способ влияния можно конечно на людей повлиять кнутом или пряником это всегда существует это всегда так сказать но как это называется вынужденная мера какая-то да то есть иногда мы вынуждены пользоваться кнутами пряниками для того чтобы как-то повлиять но ими можно влиять только до тех пор пока вы как-то контролируете человека поэтому эти методы контроля по сути своей бесполезны то есть это материальные и поэтому они бесполезны но единственный другой метод контроля это пример вот и все потому что если люди видят хороший пример это на них влияет больше всего поэтому если мы хотим как-то помочь хоть кому-то нам надо взять ответственность за себя и если мы взяли ответственность за себя обязательно найдутся люди которые захотят чтобы мы им помогли также и так сознание кришна развивается я думаю что все кто присоединяется сознание кришны у всех есть потенциал ответственности но необходимо правильно принимать ответственность на себя вот как раз эти 12 пунктов помогают нам понять что необходимо для этого то есть над этим надо работать даже если есть природный потенциал его надо все равно разрабатывать как можно применять духовное новаторство нету вообще каких-то ограничений единственное что вас может ограничивать это полет вашей фантазии потому что вот у нас для вы язычных преданных сейчас есть школа как раз таки для того чтобы вдохновлять потенциальных лидеров профессионалов среди преданных на новаторские социально-духовные проекты и преданные просто удивительные проекты ну как вот как дипломная работа представляли я бы никогда не додумался то есть и в этом как раз одно из самых больших преимущества просто вдохновить преданных начать мыслить масштабно и дать им все необходимое профессиональное знание контакты и какие-то примеры до того что происходит и вдохновить их создать собственный проект и они такие проекты составляют что просто вообще все в шоке даже преподаватели мы бы никогда до этого не додумались от некоторых проектов мы даже пытались отговорить преданных потому что один преданный но такой интересный пример он профессиональный топ-менеджер строительной компании уже 12 лет опыта то есть он может построить все что угодно на любом уровне в любом масштабе то есть он там проекты на десятки сотни миллионов долларов осваивал уже 12 лет опыта вот и я его вдохновляю давай возьмись становись духовным предпринимателем он говорит да я вообще не хочу то есть как бы я работаю на это кармической работе там не надоело эта стройка я хочу вообще уехать куда-нибудь деревню с преданными жить не хочу больше на кармической работе работе я говорю ну свое дело начнем гриста ну то есть он не видел связи своей работы с кришной я говорю ну связь есть ты ее должен просто найти ну как ну то есть реально да вот строитель ну как он может что ну храм построить да вот что что приходит голову ну храм просто построить откуда деньги где и так далее кто его будет поддерживать то есть столько много вопросов без ответов и все он просто не видит себя в служении я говорю ну давай так все равно ты собираешься с работы уходить приезжай к нам школу пройти обучение а потом уже решишь он при приехал прошел обучение было так смешно ну то есть он как бы еврей по происхождению то есть но голова у него вообще супер светлая и ну все же вдохновляют его на то чтобы он сам как бы вот ну создал свой проект он ходил такой загруженный было видно что у него там контуры дымятся вот но в конце он сказал все я понял я хочу жить деревне то есть мы его вдохновляли нет ни от чего не надо отказываться все твои желания их надо просто объединить и все способности и создать свой проект он говорит я понял что я хочу сделать я хочу жить деревне и я хороший строитель я должен построить и мы вдохновляли чтобы проект был межконфессиональный я построю межконфессиональную вегетарианскую эко деревню которая я буду жить и он там представил этот проект он даже не хотел чтобы это записывали на видео он говорит на 500 домов и там мы ему вопросы задавали там были ученики про упады то есть там серьезные преподаватели я там вообще самый мелкий как бы человек в этой школе там очень крутые профессионалы и они ему профессиональные вопросы задавали и он все вопрос на все вопросы ответил то есть там например на 500 домов так да то есть это эко деревня и там очень серьезно откуда финансы то есть там надо 800 с лишним миллионов долларов на этот проект откуда деньги он горит никаких проблем у меня связь с правительством они хотят такую эко деревню я им просто предложу что я ее построю они ищут кто бы ее сделал то есть уже есть заказ ему надо просто прийти и сказать это я и ему доверяют то есть он нереально высокого класса специалист мы говорим а кто же будет покупать дома он говорит они будут стоить дешевле на и дома экологические дома а как ты сможешь так сказать ну построить их дешевле благодаря объем и он показал цифры то есть он с этого проекта получит для себя больше ста миллионов долларов вот и потом ну как бы один ученик броупады спросил у него ну то есть ты понимаешь что вот такое такая община которую ты хочешь организовать таких примеров нету на сегодняшний день вообще нигде в мире то есть ты хоть изучал этот вопрос ты хочешь сделать практически невозможно он горит никаких проблем это будет первый пример вот то есть очень смелые такие ну то есть поскольку профессионалы они знают свое дело они не боятся вот и там очень много вот таких ну имеется ввиду что вот таких супер сносящих мозг проектов ну может быть четыре или пять но очень интересные процессы это школы для западных стран на данный момент но в принципе я уверен что какой-то момент и для русскоязычных преданных можно будет организовать что-то такое пока у нас недостаточно русскоязычных ресурсов я думаю для такой школы потому что там ну это требует уровня профессиональной подготовки ну то есть один из преподавателей у нас ну то есть у нас два профессора причем ну во внешнем мире профессора один из преподавателей региональный директор 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 гарвард бизнес школы он отвечает за 12 стран в юго юго-восточной азии то есть там пока что таких ресурсов у нас в русскоязычном мире нету для того чтобы такую школу организовать но я думаю что появится с собой хари кришна да начали прочитать стих критика уже считается действием да то есть человек не отвечает за последствия своего поступка если он платит плохого если он просто думает об этом но если он говорит это уже действие да потому что речь считается одним из активных органов то есть и и и и но мы говорили да что это вот знаки которые указывают на путь предания себя кришне то есть рыба обозначает надо быть любознательным преданным служение да луна обозначает что мы должны иметь основы для духов духовного знания да то что кришна является источником всего то есть иметь веру кришну и так далее и так далее да понимать что из себя представляет яги исследовать принципам яги в своей жизни принять принять предприятие о бхагаватам о принципах которые бхагаватам описаны и так далее и так далее видеть как кришна является невидимой причиной всего в нашей жизни это очень важно да хари кришна давайте также сурота муматаджи и остальных преднок которые участвовали в организации этих мероприятий поблагодарим потому что без них этого не произошло бы хри го хри го харьи Ва хри го чаю хри го благо чаю гранта да добまで бринд доки гля